Здравствуйте, уважаемые зрители! На чередном заседании КАФ-бюро мы побеседуем с нашим замечательным гостем Михаилом Магидом, публицистом, специалистом по Ближнему Востоку, экспертом агентства Росбал. Михаил, спасибо, что приняли наше приглашение. Для нас это прекрасная возможность побеседовать. Спасибо. Спасибо. И вам спасибо. Если вы не против, я бы хотел сразу перейти к нашим вопросам. Конечно. Вам, именно как специалисту по Ближнему Востоку, будет, наверное, задано один из самых интересующих в нашем информационном поле вопросов. И в целом, то, что является, скажем так, очень важным для России регионом, то есть даже не регионом, а региональным игроком в лице Турции. Вопрос такой. Президент России и президент Турции несколько дней тому назад оба встречались с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Вот на ваш взгляд, как бы эти встречи вы могли охарактеризовать и как они могут повлиять на дальнейшее российско-турецкое сотрудничество, если вкратце? Эти встречи, несомненно, имели очень большое значение, и у них есть нечто общее. Общее связано с той позицией, которую новая администрация Соединенных Штатов, администрация Джо Байдена предлагает сейчас в качестве своей основной линии. Они понимают, что у них сложные отношения с рядом государств, и есть сотрудничество с государствами, есть конкуренция с ними. Так вот, что касается конкуренции, Байден хотел бы ввести эту конкуренцию в определенные рамки. Это общая установка американской администрации, применительно ко всем игрокам. Это относится и к КНР, который рассматривает сегодня как главный соперник Соединенных Штатов, и к Турции, и к России. Ну и вот, собственно, они хотят установить некие правила, регулирующие отношения с этими странами, чтобы избегать, скажем так, непредсказуемых конфликтов и непредсказуемыми последствиями. На этом сходство заканчивается, потому что с Россией и Турцией у Америки очень разные отношения. Турция – это все-таки союзник США, хотя и союзник, с которым есть проблемы. Турция – член НАТО. Турция – это важнейшее государство, прикрывающее южный фланг НАТО. В Турции расположены крупные американские контингенты. Там расположен огромный радар, который исследует ближневосточное пространство. Турция рассматривается как государство, сдерживающее противников США или конкурентов США, прежде всего Россию и Иран. И какие бы ни были проблемы в отношениях США и Турции, это, тем не менее, очень важно. С другой стороны, есть большие проблемы сейчас в отношениях между Турцией и американцами. Но эта проблема, прежде всего, связана с покупкой российских ракет систем ПВО ПРО С-400, поскольку в НАТО считают и в США считают, что они несовместимы с системами НАТО, что они могут представлять угрозу для американских новейших самолетов F-35, потому что можно научить радары этой системы исследовать эти самолеты и находить их. Это очень чувствительный вопрос для НАТО. Кстати, по этой причине американцы исключили Турцию из программы производства и приобретения F-35. И кроме этого вопроса, есть также вопрос о нарушении Турции антироссийских санкций, потому что антироссийские санкции США подразумевают, что другие страны не могут покупать российскую военную технику. Вот это самый, наверное, острый вопрос в отношениях США и Турции. А есть другие проблемы. Американцы очень обеспокоены турецкими действиями в Восточном Средиземноморье, где есть конфликт между Турцией с одной стороны и целым рядом европейских государств, Греция, Кипр, Франция, из-за спорных месторождений газа, из-за спорных морских территорий. И здесь США занимают сторону Евросоюза. Есть вопрос о турецком Халькбанке, потому что его обвиняют в нарушениях американских санкций против Ирана. Ему грозят многомиллиардные штрафы вот за эти вещи. То есть это очень серьезные вещи. В Америке постоянно обсуждается вопрос о санкциях в отношении Турции. Ну а с другой стороны, у Турции есть свои претензии к США. Эти претензии связаны с тем, что Соединенные Штаты поддерживают в Северной Сирии вооруженные формирования курдские, прежде всего Союз Демократических Сил, а Турция обвиняет эти формирования в том, что они связаны с Курдской рабочей партией, с организацией, которая находится в состоянии войны с Турцией. И вот это все очень острые проблемы. Тем не менее, обе стороны во время обсуждения этих переговоров были настроены, несомненно, прагматично. И хотя не было никаких прорывов, не было никакой конкретики, судя по их ответам, тем не менее, видимо, было положено начало каким-то переговорам между США и Турцией, призванным смягчить вот эти проблемы. И было бы удивительно, если бы это было иначе. Потому что какие бы ни были проблемы между союзниками, все-таки это союзники по НАТО, и потеря Турции для США будет иметь огромные и тяжелые последствия. Есть сейчас такое мнение среди аналитиков, что примерно две трети людей в окружении Байдена в отношении Турции настроены прагматически и довольно позитивно. И примерно одна треть разделяет антитурецкие настроения, хочет усиления санкций против Турции, хочет определенного давления на Турцию. Но администрация Байдена в целом настроена прагматически, и я думаю, что они будут идти на сотрудничество с Турцией. Что касается России, тут совсем другая ситуация. Современная администрация США говорит о том, что у нее два основных противника. Первый и главный противник для нее это Китай. Это новая поднявшаяся сверхдержава. И сейчас основные ресурсы США направлены на конкуренцию с Китаем. А вот противник номер два для США это Россия. И из этого нужно исходить. Эти переговоры между Вашингтоном и Кремлем не были какими-то суперконфронтационными, потому что, как я уже сказал, есть общая линия администрации регулировать конфликты, устанавливать рамки и правила решения спорных вопросов. Но, тем не менее, думаю, что, судя по реакции сторон, довольно жесткие были переговоры. И что было сделано американцами, ими были обозначены красные линии. В отношении России красные линии связаны с вопросами кибербезопасности, с кибератаками сторон, возможными друг на друга. И второе – это региональные конфликты. Роль России в региональных конфликтах. Возможно, хотя мы до конца этого не знаем, были сделаны России какие-то предупреждения в отношении ее действий в Сирии. Но это не совсем пока понятно, потому что много закрытой информации. Вот если говорить в общем виде, это выглядит так. Спасибо. Говоря об этом, следующий вопрос будет такого формата. Вот на фоне встречи с Жаневской между президентом Байденом и президентом Путина в регионе Южного Кавказа произошло знаковое событие – подписание Шушинской декларации. И меня интересует вот такой момент. Как вы оцениваете данную декларацию? И, наверное, самый важный вопрос. Есть ли в этой декларации какие-либо угрозы для России? Потому что некоторые аналитики считают, что это, скажем так, у Азербайджана начинается крен в сторону Турции. И это представляет угрозу интересам России, которая исторически была, скажем так, главным региональным лидером на Закавказе. Вообще есть такое сравнение. По-моему, президент Азербайджана Алиев заметил, что Шушинская декларация, она может иметь такое же значение, как Карский договор, что это исключительно важный документ. И я согласен с тем, что это действительно очень важный документ. Но, конечно, опять же, есть отличия от Карского договора 21-го года. Потому что Карский договор, он регулировал отношения между пятью государствами. То есть три государства Южного Кавказа, Армения, Азербайджан и Грузия, Турция и Россия тогдашняя, они в 21-м году договорились о том, что у них нет никаких территориальных претензий друг к другу, и что они будут решать совместно какие-то общие вопросы. То есть были сняты фактически противоречия между этими государствами, имевшиеся на тот момент. И в этом смысле Карский договор, он фиксировал ту реальность, которая тогда сложилась. И которая просуществовала до конца, наверное, существования СССР. До начала Карабахского конфликта. А вот что касается Шушинской декларации, это выглядит иначе. Шушинская декларация, это не договор между всеми государствами Южного Кавказа, России и Турции. Это договор конкретный, двусторонний между Турцией и Азербайджаном. И он подчеркивает и фиксирует наметившееся уже довольно давно широкомасштабное сотрудничество Турции и Азербайджанах. Причем не только в экономической области, не только в медийной области, но и фактически в военно-политической области. То есть он предусматривает возможность совместных действий, консультаций в случае нарушения территориальной целостности этих стран, возможностей военного сотрудничества, или по крайней мере сотрудничества в области безопасности, скажем так, широко. Это, конечно, принципиально новая реальность. И это связано с теми изменениями, которые произошли буквально вот сейчас во время Второй Карабахской войны. Дело в том, что до последнего времени Россия абсолютно доминировала на Южном Кавказе. Даже после распада СССР Россия играла исключительно важную роль в этом регионе. По сути дела была единственной внешней державой, которая могла очень серьезно влиять на события там. Но сейчас, конечно, ситуация изменилась. И потому что в этот регион пришла Турция. Она еще раньше пришла туда со своими деньгами, со своими финансовыми интересами, инфраструктурными проектами. Но она сейчас туда пришла и как военно-политическая сила. Турция оказала огромную помощь, безусловно, военно-политическую Азербайджану во время Второй Карабахской войны. И без этого победа Азербайджана вряд ли была бы возможна. И вот Шувшинская декларация, она фиксирует вот эту совершенно новую реальность. Что на Южный Кавказ пришла Турция. Теперь две державы, которые влияют на положение в регионе. И, конечно, она фиксирует сближение Азербайджана и Турции. Что касается угроз, я думаю, что мы еще об этом поговорим с вами. Ну, понимаете ли, двум медведям трудно ложиться в одной берлоге. Это не значит, что между Турцией и Россией немедленно вспыхнут какие-то, не дай бог, вооруженные столкновения. Конечно, нет. Но то, что Шувшинская декларация вот зафиксировала это изменение, то, что есть сближение Турции и Азербайджана, несомненное. Это факт. И я не думаю, что России так уж сильно может понравиться, когда в том регионе, который, в общем-то, был ее вотчиной, в регионе, в котором она, безусловно, доминировала, пришла новая держава. Конечно, это не может быть приятно. Тут вопрос не любви и ненависти, не вопрос эмоций, это не вопрос вкусов, это вопрос политики, я бы даже сказал геополитики. Я вас понял. Тогда вот, скажем так, некоторый связанный вопрос. Сейчас в Армении, тоже еще одно из Кавказской республик, в Сокласке реваншистские силы. Насколько реваншизм армян сейчас будет поддержан в России? Или определенными кругами в России в условиях, когда на кону стоят отношения Москвы и Баку, и Москвы с Анкарой. То есть, и опять же, эта Шушинская декларация, которую мы сейчас с вами обсуждали, вот может ли она повлиять на то, что Россия будет поддержан или какими-то кругами в России армянский реваншист по поводу Карабаха? На ваш взгляд? Давайте мы начнем ответ на этот вопрос с рассмотрения той международной ситуации, которая предшествовала Второй Карабахской войне. Я объясню, почему это важно. Вот смотрите, накануне Второй Карабахской войны Турция и Азербайджан союзники уже, фактически и военные союзники. А при этом у Азербайджана хорошее отношение с Россией. То и другое несомненно. Азербайджан является важнейшим покупателем российского оружия. Уже сама по себе это о чем-то говорит. Кстати, покупала российское оружие гораздо больше, чем Армения. И нет сомнений в том, что между Россией и Азербайджаном царили и до сих пор, в общем-то, имеются достаточно хорошие отношения. В этом, кстати, уникальность положения Азербайджана, что он сумел поддерживать хорошие отношения, отношения сотрудничества сразу с двумя державами, которые имеют влияние на Южном Кавказе сегодня. А теперь посмотрим на положение Армении. Армения и Россия военные союзники. В Армении есть российские базы, есть договора о том, что Россия будет защищать Армению в случае нарушения целостности ее территории. Но и Армения, конечно, противник Турции. Причем, ну, это даже не нужно, не нуждается в дополнительных комментариях, потому что сама Армения об этом постоянно говорит, что Турция это ее враг. Но при этом в отношениях между Россией и Арменией произошли тогда довольно серьезные изменения, потому что в Армении в 18-м году имела место цветная революция. Пришел к власти Пашинян прозападно-проевропейский ориентированный человек, связанный с фондом Соросов. Для Москвы это очень чувствительно. Для Москвы это может быть не менее чувствительно, чем приход Турции на Южный Кавказ. Потому что наряду с вопросами геополитики в Москве очень неприятны цветные революции. В Ближнем Зарубежье Москва считает это вторжением в сферу своих интересов. В Кремле считают, что цветные революции это прямая угроза для России, для российского руководства. Причина этого, мне кажется, очевидна и понятна. Так вот, для России важно показать, для российского руководства важно подчеркнуть, что если страна совершает цветную революцию, она будет за это платить определенную цену. И получилось, что в отношениях между Россией и Арменией произошло охлаждение. Как бы Пашинян не подчеркивал, что он сотрудничает с Россией, как бы он не нуждался действительно в этом партнерстве военным с Россией и политическом, его в России не очень любят. Потому что он продукт цветной революции. Вот никуда от этого не уйти. И сложилась уникальная международная ситуация, которая фактически и стала таким политическим бэкграундом, позволившим Азербайджану победить во Второй Карабахской войне. Потому что наряду с военной силой есть всегда силы политики, силы дипломатии. И получилось, что у Азербайджана внешнеполитическая ситуация и дипломатическая ситуация несравненно лучше, чем у Армении. Потому что Армения оказалась в конфликте, в определенной мере в конфликте, я не хочу это преувеличивать, но в определенной мере в конфликте со своим единственным, по сути дела, мощным союзником. И это, конечно, привело к тому, что во время Второй Карабахской войны Россия не вмешивалась до тех пор, пока армянская армия не была разгромлена. Россия вмешалась только в самый последний момент. И это и есть та цена, которую Армения заплатила за Пашиняна, за цветную революцию. Соответственно, вот возникает вопрос, а как это будет теперь? Если Пашинян останется у власти после армянских выборов, Россия, конечно, все равно будет поддерживать Армению, но, что называется, вопросы к армянскому руководству останутся. Если придут к власти те силы, которые вы назвали реваншистскими, а это силы в значительной степени ориентированные, в значительной степени связанные со старыми элитами, вот с теми элитами, которые управляли Арменией до цветной революции. Конечно, это России будет до некоторой степени приятно. Конечно, после этого может иметь место некое дополнительное сближение с Россией, потепление в отношениях Армении с Россией. Однако, я не думаю, что армянская армия сразу кинется в бой, и я не думаю, тем более, что Россия ее в этом станет поддерживать. На мой взгляд, это крайне маловероятно. Во-первых, Армении нечем сейчас воевать. После такого разгрома, после потери, по-моему, пяти тысяч человек только погибшими и пропавшими без вести, потери там половины или даже двух третих танкового корпуса Армении, после того, как Азербайджан продемонстрировал огромное военно-техническое преимущество, я не понимаю, как бы Армения сейчас стала воевать. Мне кажется, это какая-то предвыборная демагогия, потому что это нереалистично, это невозможно просто. Ну и второй момент, ну в России тоже не заинтересованы в прямом военном конфликте с Турцией. После Шушинской декларации понятно, что зафиксировано сближение Турции с Азербайджаном, понятно, что Турция готова поддерживать территориальную целостность Азербайджана, а собственно Нагорный Карабах это официально согласно международным законам, это часть территории Азербайджана, и я не думаю, что Армения, тем более Россия, пойдут сейчас на какой-то конфликт с Азербайджаном и Турцией. Мне это кажется невозможно и нереалистично. Мне кажется, что это предвыборная демагогия определенных кругов в Армении с целью мобилизации такой национально-патриотической. Но вот я скажу такую вещь, я тоже не думаю, что такие теплые отношения Азербайджана с Россией, как может быть сейчас, они будут длиться вечно. Я бы тоже к этому отнесся сомнением. А причина очевидна, но Азербайджан действительно сближается с Турцией. Россия это не может быть приятно. Я подчеркиваю, это не вопрос эмоций, это политика. И, конечно, со временем, скажем так, осторожно, возможно и вероятно охлаждение между Азербайджаном и Россией. Мне это кажется весьма высоко вероятно. Вот так скажем. И, конечно, вот результат выборов Армении, он в какой-то мере будет на это влиять. Приход к власти таких жестких пророссийских сил может стать для России в этом плане дополнительным аргументом. Но, конечно, ожидать какой-то войны сейчас я бы не стал. Это нереалистично. Я вас понял. Будем надеяться, что все-таки будет в разы более позиционный сценарий, когда страны смогут продолжить нормальное сотрудничество. Но вот вопрос к вам уже как про ваши специальности, как говорится. На ваш взгляд, это некоторый прогностический такой будет момент, как будут развиваться отношения Москвы и Анкары в возземном будущем. Как вы это видите? Если можно, кратко, в вашем случае. Ну, знаете, ответить на этот вопрос кратко все-таки довольно сложно. Это очень большая и очень важная тема. Я, конечно, постараюсь не занимать ваше время слишком долго, но, право же, это серьезная вещь. Вы знаете, мое отношение к этому, возможно, со мной кто-то согласится, кто-то не согласится. Мое отношение к этому достаточно тревожное. Я не алармист, я не говорю, что это прям непременно приведет к какому-то жестокому обострению. Ну, я стараюсь на это смотреть реалистично. Конечно, есть экономическое партнерство между Россией и Турцией. Товарооборот между двумя странами колеблется где-то в пределах от 20 до 30 миллиардов долларов. Россия инвестирует в Турцию миллиарды в огромные инфраструктурные проекты, имеющие стратегическое значение. В частности, Россия строит в Турции огромную атомную станцию Акуи. Ну, газопровод туда идет. Ну, конечно, это все важно и влияет на отношения между странами в позитивном плане. Но есть достаточно тревожные, на мой взгляд, вещи. Во-первых, что называется, и Турция, и Россия встают с колен, причем делают это однопримерно. Иначе говоря, обе страны ведут достаточно активную внешнюю политику. это означает, что сегодня турецкие интересы, включая военное присутствие, военно-политическое присутствие, они находятся в таких местах, как Ливия, Сирия, Южный Кавказ. Во всех этих трех точках есть одновременно военное и политическое присутствие России. начиная от российской военной базы в Армении и заканчивая присутствием российских войск в Сирии и фактически в Ливии. это три региона, где интересы России и Турции сталкиваются. Причем потому, что Россия и Турция выступают на разных сторонах этих конфликтов, по сути дела. Это связано с военным противостоянием. в прошлом году, в 2020 году турецкие войска в Сирии разгромили войска союзника России Башара Асада, когда те наступали на Иблик. Кстати, с применением Байрактара. Спустя, по-моему, месяц или два ровно то же самое произошло в Ливии, когда правительство национального единства в Триполи, союзник Турции с участием турецких вооруженных сил и беспилотников разгромило войска союзника Москвы Халифа Хафтар. Причем там были применены не только Байрактары. Сейчас есть очень интересные данные о том, что там впервые вообще, наверное, в мировой истории Турция применила систему боевого искусственного интеллекта и применила ее эффективно. И если мы посмотрим на военные действия в Нагорном Карабахе, мы увидим, что и здесь турецкое оружие играло против союзника России и Армении. И столь же эффективно, между прочим. То есть это три конфликта, в которых союзники Турции, в ряде случаев при участии самой Турции и ее вооруженных сил, разгромили союзников России. Эти три конфликта означают следующее. Мы не можем уже больше их рассматривать изолировано. Это сферы влияния, сферы влияния Турции, сферы влияния России. Они соприкасаются, они сталкиваются. Это больше не изолированные конфликты. Более того, это ведет к возрастанию угрозы более жестких столкновений между Россией и Турцией, потому что увеличивается просто их вероятность. Есть много противоречий в каждом из трех случаев. Более того, если одна из сторон увидит, что конфликт, один из этих конфликтов развивается так, как ей неприятно и неудобно, возникает соблазн попытать счастье в таком случае на другом поле конфликтов. То есть эти конфликты начинают сливаться вместе. Если к этому добавить, что обе страны представляют собой державы, расширяющие свои сферы влияния, что называют стоящие с колен, но это, конечно, тревожная ситуация. И есть еще один аспект во всем этом деле. Турция не является исключительно проамериканской силой. В реальности Турция маневрирует между Россией и США. Это такая традиционная довольно успешная османская политика. Но, собственно говоря, не только османская. Для того, чтобы получить преимущество, можно маневрировать между разными державами. Вот у нас ухудшается отношение с Америкой, мы делаем шаги в сторону России, покупаем у нее, например, ракетные системы С-400. У нас ухудшается отношение с Россией, мы делаем шаги в сторону Америки и призываем ее на стороне Турции в конфликт в Сирии, как это было во время столкновений в Идлибе в прошлом году. Вот так Турция маневрирует. То есть, в принципе, эти маневры означают, что Турция не является какой-то жесткой проамериканской силой и готова в ряде случаев идти на сотрудничество с Российской Федерации. Но это маятник. Это маятник, который качается то в одну, то в другую сторону. И весь вопрос, с моей точки зрения, в том, а как далеко качнется этот маятник в следующий раз. Вот насколько далеко зайдут в следующий раз конфликты между Турцией и Россией, например, в Сирии. Мы же помним инцидент 2015 года, когда Турция сбила российские самолеты, было довольно жесткое обострел. Вот это тоже опасно. Понимаете, потому что да, это маятник, да, он качается в разные стороны, да, Турция маневрирует, но мы не знаем, как далеко зайдет Турция в следующий раз. Это серьезный момент. Если это соединить с тем, о чем я сказал выше, то мы получим достаточно тревожные, достаточно серьезные проблемы между Россией и Турцией. Спасибо большое. на этом мы, наверное, завершим наш интервью, но в целом было очень интересно с вами побеседовать. Так, к большому сожалению, мы живем все-таки в мире реальной политики, когда каждый из стран, особенно тех, которые претендуют становиться, скажем так, не только кто-то региональным лидером, кто-то глобальным лидером, но вот эта защита национальных интересов у России для себя, что у Турции для своих интересов, она, конечно, будет сталкиваться. Тем более, как вы правильно отметили, площадок и платформ, на которых идут все больше и больше. И риск того, что в любой момент может вспыхнуть, скажем так, более сильная конфронтация, он билинг. Будем надеяться, что все будет продолжаться в более позитивном мирном русле, потому что все-таки стоит отметить, что на самом деле уже практически 150 лет между двумя, скажем так, странами империи таких прямых конфликтов не было, конечно, за исключением Первой и Второй мировой войны, где они все-таки в альянсах поступали, но именно прямого столкновения не было. Я думаю, что политикам, властям и с той и с другой стороны необходимо этот фактор тоже учитывать и сохранять вот эту стабильность, потому что соседи не выбирают, с ними приходится жить. А война, с учетом, скажем так, текущего уровня сотрудничества, она, конечно, будет влиять и приносить какие-то экономические издержки. То есть, любая конфронтация будет издержкой. Надеемся, что... Я с вами согласен, я бы хотел добавить, что когда мы обсуждаем эти вещи, нужно, на мой взгляд, избегать двух вещей. Нужно избегать, с одной стороны, алармизма и истерических настроений. Ой, завтра будет война. Ну, все-таки так тоже это преувеличение. А с другой стороны, нужно реалистично смотреть на эти вещи без, что называется, розовых очков на глазах. Да, ситуация может быть довольно тревожной. Спасибо большое, Михаил, еще раз, что приняли наше приглашение. Мне действительно было очень интересно с вами побеседовать. А для наших зрителей я напоминаю, что сегодняшним гостем заседания КАК ДРО стоял Михаил Магий, публицист, специалист по Ближнему Востоку и эксперт агентства Росбал. Уважаемые зрители, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ждите за последними однодушными. Спасибо.